дорогие друзья зеркала испокон веков являлись инструментом магии и только красоты еще до того как появились стеклянные зеркала покрытые свинцом но еще есть очень много и на хитрости которых мы не узнаем и о котором знают только зеркальные мастера то появление стеклянных зеркал были зеркала из камня были зеркала из серебра отполированное серебро которое хранилось богатых домах и служила как зеркало зеркалами связано огромное количество ритуалов например ритуал призыв жениха когда ну после принятия христианства уже были святочные гадания до этого были просто зеркальные предсказания или зеркальный вызов созыв жениха и эти ритуалы были достаточно опасны и потому что иногда находили этих девушек задушенными перед зеркалами или зеркало мог быть такой ужасный удар энергетический что человек мог остаться с искривленным лицом всю жизнь и потому зеркала особенно черные зеркала темные зеркала считались очень опасным инструментом и не всем разрешала с ними работать даже ведьмы колдуны которых много лет опыта работы зеркалами очень много и очень тщательно готовятся тому чтобы провести ритуалы зеркалами это что касается темной стороны ремесла и зеркала холодные и зеркала теплые зеркала закрывались завешивали их когда в покойник чтобы и душа покойная не заблудилась зеркалах хочу вам сказать что зеркала могут записать как видео пленка информацию всю информацию которая происходит в этом доме поэтому антикварные зеркала опасны тем что вы не знаете кто был владелец этих зеркал быть может покупая антикварное зеркало или принимая в дар вы берете вместе с этим зеркалом еще и хозяина этого зеркала антикварные вещи могут у себя хранить в принципе в основном люди которые работают с духами с миром духов другими это противопоказано потому что еще раз говорю особенно после семнадцатого года после революции хозяев многих зеркал и многих антикварных вещей и многих антикварных скажем так безделушек может быть или украшений многих из них убили и это уже проклято это уже запачканные в крови вещи которые ничего хорошего принести не смогут но однако же те которые хотят узнать побольше зеркалах пожалуйста откройте мою лекцию зеркала в магии ведьми на испа и посмотрите но еще есть другой момент зеркалами проводились очень много ритуалов на приумножение богатства считалось что духи зеркальные смотрят запоминают свое имущество и приумножают и там же все отражается становится вдвое но кроме того что там отражается есть еще зеркальный коридор делали эти ритуалы либо с двумя зеркалами либо с одним зеркалом по-разному и так и так срабатывает и очень сильно но хочу вам сказать что этот ритуал лучше провести тем людям которые уже моем канале достаточное время и накопили и золото и серебро и какое-то количество денег и могут себе позволить вот создать такой такого рода алтарь потому как в этом ритуале обязательно нужно золото обязательно нужны деньги здесь доллары поскольку с долларами лучше работается мне по крайней мере я вам уже объясняла что доллар он везде в каждой стране действует и на нем собственно говоря сейчас привязаны крекор мировой денежный когда то это был талант римский потом этому ну то это была персидская драхма и так далее то есть имею ввиду что вот та денежная единица который во всех странах и на которой держится в основном курс денег мира он более такой сильный в работе и для работы с ним далее перейдем зеркальной магии у меня есть уже ритуал зеркальная хитрость но на денежных ритуалах то есть не отдельно вместе было дано и не все знают не все находят любом случае денежная хитрость я как-нибудь еще раз выставлю наверное чтобы уж наверняка и и еще одна денежная хитрость я немножко по-другому назвала при умножении богатства чтобы сразу можно было отличить эти два ритуала есть очень много версий различных версий работ зеркалами у всех народов у всех колдунов и чародеев и ведьм свои варианты работы с зеркалами вот это мой вариант работы зеркала зеркальная хитрость то есть чем она состоит хитрость состоит в том что мы с вами видим два алтаря богатых а на самом деле здесь один до визуально 2 потому что второй алтарь находится там вот как зеркало приумножает показывает двойной алтарь так он будет приумножать ваше имущество богатство вдвое второе и так далее желательно такое повторить хотя бы раз в месяц чтобы у вас постоянно увеличивался доход понимаете как ритуалов много каждый выбирает несколько кому-то очень подходит зеркальная магия кому-то подходит магия денег кому-то подходит ритуал например пламя воплощение тоже помогает кому-то языческая магия кому-то вуду это все языческое имеется ввиду просто направление разные делают люди отпускать ситуацию вот какой-то там заговор например на каждый день нужно читать чтобы всегда были клиенты покупатели вот человек читает у него приходит он видит это некоторые работы он делает отпустил эту ситуацию как бы занимать своими делами и через некоторое время когда уже как бы год подходит концу вы садитесь смотрите на все что вы приобрели на все что вы смогли успеть на все что вы сделали и вы просто поражаетесь тому что невзирая на то что столько всего было куплено столько было затрат там учеба детей какая-то стройка еще что-нибудь то есть огромное количество всего вы успели сделать за этот год но при этом вы не вы могли позволить себе любую вещь которые хотели вы одевались вы ездили отдыхали при этом еще смогли накопить купить машину например сделали себе ремонт ну достроили там что-нибудь там возле дома до купили себе красивые вещи могли позволить себе заказать то что вам нравилось кушали вкусно и так далее и все это откуда-то шло и вот вы садитесь и понимаете так это же несколько миллионов и моя зарплата или там вот мой доход он не такой огромный вроде бы как мне кажется я живу средне вот у меня столько всего шло пришло и вы поражаетесь вы действительно приходите к выводу что вы сделали отпустили ведь вы забыли о ритуале а ритуал про вас не забыл он работает вы же вызвали этих духов вы какое задание дали так такое они выполняют это не просто слова красивые там дайте мне столько денег чтобы некуда было класть то или дайте мне столько имущества чтобы мне осталось то еще и внукам досталось и так далее это вам кажется что это очень красивые так красиво придуманные слова выражения и звучат они так приятно на самом деле это заклятие они очень сильные очень мощные программы которые запускаются вашу жизнь и действительно какой-то момент вы понимаете слушать некуда было некуда класть вещи нереально некуда положить и вечная проблема что надеть почему потому что некуда и я даже не знаю что у меня есть шкафу вы начинаете рыться и понимаете что вы купили огромное количество вещей которые перевалило более чем за пол миллиона например да что вы позволили себе купить золотые вещи что вам подарили это то у некоторых людей намного сильнее срабатывает по той причине что у них страха нет они отпустили этот страх вот один раз два раза три раза у них получилось все они перестали даже думать о плохом никакого страха не ничего нет внутри и у них получается намного лучше и до такой степени что например они захотели там какой-то дорогой телефон вот они провели попросили и случайный человек им этот телефон дарит они захотели там поехать куда-то вдруг на работе или просто кто-нибудь горит вот у меня путевка я купила вот так получилось что вот муж там уже тоже купил мы хотим другое место я хочу вам подарить и ты поражаешься ну как это же деньги я вот хочу от чистого сердца вот подарить вам поблагодарить за все что вы мне сделали может быть там помогли где-то кому-то понимать тауги начинает возвращать люди которые от которых вообще не ждали вот так работает чем дальше человек это делает тем больше положительной энергии тем больше удачной энергии он начинает понимать я удачлива в жизни все что я хочу у меня получается дорогие друзья так жили наши предки они верили в богов просили приносили им жертву фрукты и овощи какие-то там сладости мед и получали все что они хотели они были счастливы вот почему они ужасающе не хотели принимать новые религии вот почему они сопротивлялись вот почему они рисковали своей жизнью ради того чтобы сохранить для нас то что было у них у них была счастливая здоровая жизнь в отличие от нас мучеников которые 2000 лет мучаемся и бьемся с непонятными вообще верованиями которые нас ведут в бездну понимаете теперь почему тогда люди были более самодостаточные духовно богаты пусть они были так образованы пусть у них не было айфонов но они были счастливее чем мы с вами и так зеркальная хитрость которые позволят приумножить ваше богатство разложите на алтарь алтарь может быть черный красный зеленый красная свеча эту свечу можете использовать и в других ритуалах это не столь важен серебро золото деньги значит зеркало которое подвешенном состоянии она не должна быть вот так вот как-нибудь на что-нибудь упираться нет вот именно такое зеркало неважно есть у вас дома можете купить можете красивые можете обычное зеркало вот прямо на такое обыкновенное круглое зеркало но зеркало должно быть воздухе в подвешенном состоянии значит он может быть и но желательно не пластмассовый конечно желательно или там железное или вот это бронза или там ну какой-то деревянные но не пластмассовый потому что пластмасс это все-таки не живой материал это зеркало можете использовать дальше в ритуалах ну желательно зеркала с которыми вы работаете на желательно чтобы они больше нигде не участвовали чтобы там перед ними не не бриться не краситься никому не вам конечно ну мужчине вашим например зеркало приобретайте только для магии чтобы у нее была энергия магии других ритуалах можно как бы это зеркало использовать но в магии потому что у него энергия будет уже совершенно другая там иногда ночью посмотрит кто-нибудь лишний человек и выйдет не то что хотел бы увидеть ее очень сильно испугается вот этого не нужно так вот вечером или ночью разложите золото серебро деньги зажигайте красную свечу читайте шесть раз после чего зеркало забирайте первым нужно забрать зеркало а потом это все собирайте по своим местам и через некоторое время вы заметите очень сильную перемену мой вам совет ритуал который быстро работает и заговор это замечательно но не забывайте и от тех ритуалов которые привносят вашу жизнь стабильность эти ритуалы не сразу покажут себя но они закрепят за вами все те малые большие заговоры которые вы читаете эти ритуалы они как закрепы пусть все что у вас есть она идет идет стабильно понимаете они поддерживают энергию денег постоянно поэтому не игнорируйте и те ритуалы которые как бы не сегодня не прям сейчас хотя и могут и прямо сейчас сработать но в магии есть два аспекта те которые сразу помогают они нужны но еще и есть ритуалы которые вы должны проводить для того чтобы закрепить эту удачу за собой и чтобы эти сразу помогающие тоже все время работали нужны подобные ритуалы иногда надеюсь вы поняли и так начнем кстати пару слов скажу людям которые очень стараются очернить мою работу спасибо вам большое за новые идеи я думаю вы поняли о чем я молодцы вы конечно очень хорошо вы забывайте что в магии есть очень много различных вариантов одних и тех же работы и вы пытаетесь как-нибудь очернить меня но тем самым вы меня стимулируете вы забывайте что я по жизни боец и никому не дам в руки козырной туз чем больше вы будете это делать тем больше я буду показывать замечательных работ может вы для этого и пришли в мою жизнь и в поле моего зрения да так что спасибо вам большое за такие прекрасные напоминания о том какие работы я хотела дать своим зрителям потому как у меня похожие работы есть ну глядя на то как вы сильно переживайте за них мне тоже хочется переживать за них видать еще лучше еще сильнее еще более проще для скажем так зазывов да и для исполнения работы вот это все наводит на мысль а почему бы и мой вариант не дать и почему бы обновленный не дать почему еще раз не дать какой-нибудь похожий ритуал сильные нормальный такой обновить так сказать гардероб так что макси боку не с тех я людей которые будут кого-то бояться и прятаться наоборот это меня стимулирует действовать еще больше и лучше итак поехали из дверей ворота пойду я до золотой горы дойду я под золотой горой река золотая до река золотая в золотое море стекает море с золотом и алмазом сверкает в том море золотом остров изумрудный на острове том замок серебряный на башне того замка встану на башню того замка встану на башне извиняюсь на башне стану и могучие слова скажу моря песок не сосчитать в небе звезд не сосчитать в море капель не сосчитать зеркале денег не сосчитать зеркало одно сотни отражает мое имущество сотни раз умножает благослови удача мою зеркальную хитрость замком закреплю ключом замкнул ключ в море богатство в сундуках денег деньги в кошельке добро в моих закромах истинно так свершилось из дверей в ворота пойду до золотой горы дойду под золотой горой река золотая та река золотая золотое море стекает море золотом и алмазом сверкает в том море золотом остров изумрудный на острове том замок серебряный на башне того замка встану и могучие слова скажу у моря песок не сосчитать в небе звезд не сосчитать в море капель не сосчитать зеркале денег и злата не сосчитать зеркало одно сотни отражает мое имущество сотни раз умножает благослови удача мою зеркальную хитрость замком закреплю ключом замкнул ключ в море богатство в сундуках деньги в кошельке добро в моих закромах истинно так свершилось из дверей ворота пойду до золотой реки дойду под золотой рекой река золотой золотая золотой море стекает море золотым алмазом сверкает в том море золотом остров изумрудный на острове том замок серебряный на башне того замка встану и могучие слова скажу у моря песок не сосчитать в небе звезд не сосчитать в море капель не сосчитать в зеркале денег и злато не сосчитать Зеркало одно сотни отражает, мое имущество в сотни раз умножает Благослови удачу мою зеркальную хитрость Замком закреплю, ключом замкну, ключ в море Богатство в сундуках, деньги в кошельках, добро в моих закромах Истина так свершилась Здесь одна истина связывает с другой В море же песок, то есть у моря песок вы не сосчитаете, это же правда Вот так же и денег ваших не сосчитать Одно с другим совпадает и получается Одно из основных правил заговора Еще раз Из дверей ворота пойду До золотой горы дойду Под золотой горой река золотая Та река золотая В золотое море стекает Море золотом и алмазом сверкает В том море золотом остров изумрудный На острове том, замок серебряный На башне того замка встану и могучие слова скажу У моря песок не сосчитать, в небе звезд не сосчитать В море капель не сосчитать, в зеркале денег и злато не сосчитать Зеркало одно сотней отражает Мое имущество сотни раз умножает Благослови удача мою зеркальную хитрость Замком закреплю, ключом замкну Ключ в море, богатство в сундуках, деньги в кошельках Добро в моих закромах Истина так свершилась И все остальное вы знаете, как и что В этих ритуалах откуп мне нужен В этих ритуалах откуп ваша радость Энергия радости От того, что вы будете все время получать Это как закреп ваших ритуалов и заговоров на деньги Усиление, чтобы все время это было Понимаете, это помогает вам получить Получить достаток постоянно Всем удачи, всех благ Пользуйтесь, живите богато, счастливо и другим помогайте